Музыка Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем наше обучение, и это пятый урок по седьмой главе Евангелия от Матфея. И на последнем уроке мы остановились на двадцать первом стихе седьмой главы, и отсюда мы продолжим наше обучение. В двадцать первом стихе седьмой главы Евангелия от Матфея сказано, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И в двадцать втором стихе продолжается эта мысль, там написано, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Опять-таки, совсем нелегкий текст, слова Ишуа достаточно жесткие, в них нет много благодати. Посмотрите, что здесь происходит. Он показывает нам принцип, правило. И, как правило, не всякий, говорящий, Господи, Господи, Боже мой, Боже мой, Аллилуйя, Аллилуйя, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца. Я хочу вернуться к этому тексту. «Не всякий, говорящий, Господи, Господи, не всякий, изгоняющий бесов во имя Ишуа, не каждый, творящий чудеса и исцеляющий больных, и говорящий Аллилуйя, и собирающий большие залы людей, и проводящий телепрограммы, не все они войдут в Царство Небесное». Этот текст может доставить много проблем многим людям, многим служениям и многим пасторам, потому что в 22-м стихе совершенно ясно написано, что многие скажут «Господи, Господи, что, ты разве не знаешь меня? Я такой-то пастор, у меня была такая известная телепрограмма, миллионы людей смотрели меня, я себе построил дворец, у меня было большое служение по всему миру, Господи, Господи, смотри, мы изгоняли бесов Твоим именем, пророчествовали Твоим именем, совершили чудеса и знамения Твоим именем. Ты что, нас не узнаешь? И что скажет Ишо? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Делающие беззаконие – это то же, что и идолопоклонники. «Отойдите от меня, я вас не знаю». И эти слова должны пугать каждого пастора. Каждого пастора, который исполнен Духа Святого и который чувствует, что у него есть один из даров или изгнание бесов, или чудеса и знамения, или дар исцеления, эти слова должны пугать нас, потому что всего этого недостаточно. Недостаточно устраивать огромное шоу. И даже если люди получают исцеление, и даже если произносятся пророчества, и пророчества истинные, не такие, как часть книг, которые были написаны в последнее время с множеством лжепророчеств про юбилейный год. Почему они не спрашивают евреев? Пусть просят Израиль, когда наступает юбилейный год, вместо того, чтобы слушать кого-то из Галута, из Америки, который написал книгу и разбогател на продаже этой книги. Пусть спросят еврейского раввина, когда наступает юбилейный год. Люди придумывают разные лжепророчества, и тело Машеха забывает о них на следующий день. Господа, это слова нашего Господа, Учителя Ешуа, Сына Божьего, нашего Машеха, и нам нужно начать серьезно относиться к словам Ешуа, потому что эти слова и есть непреложная истина, исходящая из уст самого Машеха, а не выдумки голливудского производства. Это основополагающие вещи. Ешуа говорит в 22 стихе 7 главы от Матфея, «Тогда отвечу им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, идолопоклонники». 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой, на камне». Те, кто слышит слова Ешуа и исполняет их, принимает их в свое сердце и относится к ним со всей серьезностью и действует согласно Его словам, подобные мудрому человеку, который построил свой дом на скале, на камне, на крепкой основе, на чем-то сильном, а те, которые просто слушают, не умные. И в следующем стихе мы видим, что про человека, который построил дом свой, на скале написано, «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне, на камне, на скале, а не на песке». Это слова Ешуа. «Умный человек слушает слова и исполняет их, но глупый человек давайте откроем 26 стих, «а всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Это понятно, что намного легче построить свой дом на песке, чем на скале. Намного легче построить дом внизу, на песке, на берегу моря, и думать, какой у меня прекрасный большой дом на берегу моря, в Тесаре, «я слышу всплеск волн, все так приятно и прекрасно, можно встать утром и пойти на море, побегать по берегу моря, какое счастье, что у меня есть дом на песке». А Бог говорит, что человек, построивший свой дом на песке, глупый, потому что, когда начнется дождь и начнутся проблемы, придет буря, и тайфун, начнется ураган, тогда этот дом разрушится, упадет, и ничего от него не останется, потому что он построен на песке. Человек слышал слова Ишуа, но у него в одно ухо зашло, а из другого вышло. Он не сделал ничего с этими словами Машеха. И сегодня в западном мире, в христианском мире, пасторы ставят успокоительные прививки своей пастве. Ничего не нужно делать, все по любви, все по благодати, все бесплатно. Бог через кровь Машеха Ишуа все нам дал бесплатно и все по благодати, но это не слова самого Ишуа. Кому мы должны верить? Ишуа или тем, которые утверждают, что они его посланники? Я хочу верить Ишуа. Я надеюсь, что и вы хотите верить Ему. Я не хочу дом на песке. Конечно, намного сложнее построить дом на горе, наверху, на скале, намного дороже построить дом на скале, но, без сомнения, ко всем когда-то придут проблемы. Начнется дождь и ураган. «Я хочу, чтобы мой дом устоял и при урагане, и при любой беде, и при любых проблемах и болезнях, и при всех совершаемых мной ошибках, я хочу, чтобы мой дом устоял. А для того, чтобы он устоял, он должен быть построен на скале. Это значит услышать и исполнить волю Отца Небесного. Обратите внимание на то, что Ишуа не говорит исполнить Его волю. Он говорит исполнить волю Его Небесного Отца. А свою волю Отец Небесный открыл нам в Тарея, в пророках, в Писаниях, в Евангелиях и в Посланиях от Бытия до Откровения Иоанна. Там мы можем узнать волю Отца. И это то, что Ишуа хочет, чтобы мы делали. И когда дом, основанный на песке, упадет, падение его будет великое, говорит Ишуа. Он не устоит. Упадет. Когда Ишуа заканчивает свою речь в 28 стихе, то весь народ, который шел за Ним, подумайте о том, что он сидел на природе возле Кеннерета в жарком и влажном месте. Он сидел на камне, не на таком прекрасном кресле, на котором сейчас сижу я, не на чем-то мягком, а на улице. У людей не было кондиционера, полило солнце. Слушали его и поражались, и думали, откуда у него такая мудрость. О каких важных вещах рассуждает этот человек из Галилеи. Какая мощная истина, которую нужно принять в сердце. Это удивительные вещи, это мудрость, к которой нам стоит прислушаться. Почему они удивились? 29-й, последний стих 7-й главы. «Ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. И Шо учил их с уверенностью». Не заикаясь, когда мы читаем еврейскую литературу, талмуд, гмара, различные толкования, то там никто не говорит со властью. Практически никто. Все говорят, «Я слышал от такого-то раввина, или тот раввин сказал тому раввину, и научил такого-то раввина. Этот мой раввин, от него я слышал, что это должно быть именно так. Как раввин какой-то от имени раввина такого-то. И это то, чему я научился от моих раввинов. Ешо так не учит. Он учит, как имеющий власть. У него есть власть от Бога. Он говорит истину, и эта истина доказывает себя сама. Чтобы говорить истину, не нужно прибегать к словам того или иного раввина. Я здесь в своих списках записал различные тексты из Талмуда и Мишны и из толкований, которые связаны с этой темой. Я их записал на иврите и даже частично в переводе на английском. Когда иврит очень сложный или текст на арамейском, я перевел их на английский. Так что, конечно, я бы мог поговорить и о том, о чем говорят раввины, но я думаю, что намного важнее, чтобы вы увидели и поняли последние слова из седьмой главы. Люди поражались, они слушали Ешо и не могли понять, как так можно говорить, но все, о чем учил Ешо, записано в Торе и пророках. Ешо не придумал ничего от себя. Все он брал из Торы и пророков. мера за меру он взял из Торы. Око за око, не прелюбодействуй, не убивай. Все это он взял из Торы. Все эти вещи взяты из Торы. Свое учение он основывает на Торе. Он учит нас Торе в ее чистом виде, но он не вырывает тексты из контекста, он учит всему контексту. Как, например, заповедь «Не прелюбодействуй». Он показывает, что можно прелюбодействовать и глазом, и устами, и сердцем. У нас есть места в Торе, где написано, что не соблазняться глазами, как, например, в книге «Чисел», 15 глава, 37 стих, слова, которые мы произносим, когда надеваем цицит, «Чтобы вы не ходили вслед с сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». И про сердце написано, чтобы нам не блудодействовать вслед за нашим сердцем. И когда Ишо смотрит на эти вещи, он говорит, что недостаточно не прелюбодействовать и не блудить физически, но любой человек, который смотрит своими глазами и думает в своем сердце о женщине с вожделением, то он уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. Ишо говорит только на основании Торы, пророков, Слову Божьего. Все это учение, которое он дает на горной проповеди, можно разбить по одному стиху и понять, откуда он взял это. Например, я забыл вам напомнить, но в 22 стихе он говорит «И будет в тот день». Что значит «в тот день»? Тот день это день Господень, великий и страшный. И когда мы читаем на иврите в пророках, то мы видим, что тот день постоянно появляется у пророка Осии и Иаиля. Осия, 1 глава, 5 стих, Исаия, 2 глава, 11, 17, 20, Иаиль, 1 глава, 15, 3, 18. И я мог бы предоставить вам длинный список текстов истории из пророков, которые говорят о том дне, что это будет день Господень, великий и страшный, день суда, день суда над всем миром, день, в который Господь будет судить вселенную и земной шар, говорится именно о таком дне. Ишо не просто так говорит об этом дне, как о любом другом, очередной пятнице, субботе, воскресенье, или понедельник, совсем нет. Ишо говорит об особенном дне, но как мы узнаем, что этот день особенный? Этот день кажется обычным, но если мы посмотрим Тору, пророков, источники, мы увидим, что Ишо имеет в виду определенный день, день суда, день Господень великий и страшный. Пророк Амос говорит, что есть люди, которые стремятся к этому дню, они говорят, день Господень, день Господень, день Господень, но Амос говорит, берегитесь, этот день Господень станет для вас не светом, а тьмой. Не нужно так радоваться этому дню Господню, который грядет. Он, конечно же, грядет. Когда это наступит, берегитесь. Берегитесь все, потому что, когда наступит этот день, о нем узнают все, все поймут, что это за день. И ни у кого не возникнет сомнений в том, что это и есть день Господень. Поэтому в 22 стихе написано, и скажут многие в тот день, говорится о дне суда, когда все будут стоять перед судьей. Все там будут. Ешуа говорит, вы скажете, Господи, Господи, вы изгоняете бесов Моим именем, вы совершаете чудеса и знамения во имя Мое. Вы поете, танцуете, прославляете. Все выглядит так чудесно, но я не знаю вас. Убирайтесь отсюда. У меня в офисе висит объявление, на этом я хочу завершить на сегодня. Это объявление очень давно написал мой сын. Там написано, в раю будут евреи, а тот, кто не любит евреев, пусть идет в другое место. Это мое заключение. Вышесказанного. Ешуа – царь евреев. Это то учение, которое он преподавал. Это основа его учения в Нагорной проповеди с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея. Три главы Нагорной проповеди. На этом мы завершаем изучение Нагорной проповеди. Если у вас есть вопросы, присылайте их на наш веб-сайт и мы постараемся вам ответить. Будьте благословены и всего доброго. Пусть Бог благословит вас. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-defis-media.tv Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok